Яков 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 И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его, и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, вот, я видел еще сон, вот, солнце и луна, и одиннадцать звезд поклонились мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и подбранил его, отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пости скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, братья твои, не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот, я. Израиль сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои. И целый скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто, блуждающий в поле. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда. Ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими. И нашел их в Дафане. И увидели они его и издали. И прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. И услышал сие Рувин. И избавил его от рук их, сказав. Не убьем его. И сказал им Рувин. Не проливайте крови. Бросьте его в ров, который в пустыне. А руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Одежду разноцветную, которая была на нем. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, Воды в нем не было. И селяне есть хлеб. И взглянув, увидели. Вот идет из Галлада караван измаильтян. И верблюды их несут с тераксу, бальзам, миладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда Братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам. Руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадямские, вытащили Иосифа из рва. И продали Иосифа измалитянам за двадцать сребреников. А они отвели Иосифа в Египет. Рубим же пришел опять к рву. И вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои. И озвратился к братьям своим и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа и закололи козла. И вымарали одежду кровью и послали разноцветную одежду. И заставили к отцу своему и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его в верно растерзанной оси. И разодрал Яков одежды свои и возложил в речище на чрезла свои. И оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его И все дочери его Чтобы утешить его Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Мадьян-тяне же продали его В Египте под Дефару Царетворцу Фаронову Начальнику телохранителей Редактор субтитров А.Семкин